Сроки переносились дважды и наконец этот период настал. Первыми единый государственный экзамен сдают те, кому при поступлении в ВУЗы нужны литература, информатика и география. В школе номер 15 сегодня свое знание проверит 131 выпускник из Ленинского и Засвияжского районов Ульяновска. В этом году условия сдачи единого государственного экзамена особенные. Помимо перенесенных сроков еще и повышенные меры безопасности. Входная термометрия, дезинфекция на каждом этаже, а также наличие средств индивидуальной защиты как у детей, так и наблюдателей. Между партами полтора метра, а в одном кабинете не больше 10 выпускников. Сдающие ЕГЭ заходят в школу в средствах индивидуальной защиты. Однако сам экзамен сдавать в масках и перчатках не нужно. Перед тем, как зайти непосредственно в сам кабинет, от СИЗОВ можно и нужно избавиться. Организаторы признаются, что вымеряли расстояние линейками, поэтому точность вплоть до миллиметров. В кабинете ребята рассаживают зигзагом, а не друг за другом, как в прошлые года. Впервые контрольно-измерительные материалы доставили не на дисках, а переслали через интернет. Ульяновская область в числе 14 регионов России перешла на современные технологии получения кимов. Новую систему тестировали порядка шести раз на региональном и федеральном уровнях, для того, чтобы в день ЕГЭ не было никаких заминок. Если раньше необходимо было утром заезжать в центр, для того, чтобы получить пакеты с материалами, то в этом году этого делать не нужно. И в каждом пункте установлено необходимое оборудование, чтобы здесь, на месте, эту процедуру осуществить. Конечно, любой экзамен не без волнения. Выпускница Ульяновской 33-й гимназии Вика Суесева сдает литературу. Всю свою тревогу девушка старается перенаправить нужное русло, а карантина в срочное время, по ее словам, пошли лишь на пользу. Будущая студентка еще лучше подготовилась к предстоящему экзамену. Даже вовлекала в процесс домочадцев. Появилось больше времени разбирать произведения, что-то поучить, что-то подточить. Все равно в этом есть и польза, но есть и минусы в плане ожидания. То есть было очень много нервов в плане того, что не было известно, когда будет точно дата экзаменов. А сейчас все устоялось и как-то более-менее спокойно. Если Виктория на входе прошла испытания градусникам, то были и те, кому не повезло. С температурой 37 и выше ради безопасности своей и окружающих пришлось возвращаться домой. То у этого ребенка будет возможность сдать экзамен в резервные дни 24-25 или у нас будут еще дни, определим мы их вместе с Министерством просвещения Российской Федерации, Рособорнадзором Российской Федерации. А вот пересдать единый экзамен в этом году, увы, не удастся. Всего единый госэкзамен сдают около 6 тысяч человек. Из них 13 ребят выполняют задания дома. Это выпускники школы Ульяновской области этого года и прошлых лет. Следующий на очереди госэкзамен по русскому языку, который пройдет 6 и 7 июля. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.